Хотели встретить зимние праздники в новой квартире, но мечтам не дано сбыться. Дольщики ЖК «Гвардейский» всерьез опасаются не дождаться своих квартир. Об этом они рассказали на приеме к главе округа Дмитрию Волошину, который он провел вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной. Строительство жилого комплекса должны были завершить к концу этого года, но сейчас на стройке тишина. Между тем, готовность домов около 60%. Выяснилось, что застройщику «Денис Девелопмент» отказали в кредитных средствах из-за неустойчивого финансового положения, в результате чего около 60 семей могут лишиться квартир. Нужен новый застройщик, но здесь возникают проблемы. Застройщики отказываются, потому что не видят в этом материальные выгоды, откровенно говоря, для них это нецелесообразно, ввиду того, что на объекте еще висит социальная нагрузка, ну, как бы ее нужно построить в виде трех объектов, если мне память не изменится, там, 10 секунд школы или еще что-то. Один из вариантов решения – начать процедуру банкротства застройщика. Сейчас «Денис Девелопмент» задолжал 400 миллионов рублей кредиторам и еще 200 администрации. Вряд ли компания сможет выполнить свои обязательства. Продажа имущества поможет решить проблему дольщиков. Заводим в банкроте, чтобы получить эти деньги. И тогда в эти деньги мы найдем застройщика, который его застроит. На прием приходили жители микрорайона Левобережный, недовольные проведенным два года назад капитальным ремонтом подъезда на улице Пожарского. В рамках программы на работы выделили 600 тысяч рублей, но спустя два года внутренние двери разбиты, краска сыпется, плитка нуждается в обновлении. Дмитрий Волошин дал поручение разобраться. После приема Ирина Роднина отметила важность работы с населением, так как встречи помогают детально разобраться во многих вопросах. У меня идет свой прием населения постоянно, как любой депутат. У нас есть одна неделя, как правило, это бывает первая неделя месяца. С Дмитрием Владимировичем я была первый раз. Если говорить о приеме, то все достаточно содержательно. Вопросы, которые действительно касаются города. Напомним, встречи с Дмитрием Волошиным проходят несколько раз в месяц. Обратиться со своими проблемами может каждый. Узнать следующий день приема и записаться можно на сайте администрации и по телефону 8-495-572-73-38. Спасибо.